Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас пятница, видеоблог, всё по дефолту, посмотрим, поценим. Довольно интересное сегодня обновление у нас также в игре вышло с новыми, уникальными, особыми миссиями. И, возможно, сегодня в видеоблоге про них расскажут, посмотрим, сделаем свой какой-то определенный обзор. И если вам нравятся подобного рода видеоролики, то прямо сейчас обязательно поставьте на него лайк. Ну и подпишитесь на канал, если вы вдруг смотрите это впервые или до сих пор еще не подписаны. Поэтому давайте приступаем к просмотру. Так, сейчас по звуку, сейчас немножко нормализируем. Сегодня в выпуске орех травит байки. Рассказываем про миссия. Травим байки, это орех и байки, это, ну, ясно, понятно, да. Напоминаем про конкурсы. Всем привет! В этот раз мы решили... По войне, к слову, тоже выскажусь. Да-да, там про войну будут говорить. Выскажусь, выскажусь. Война там просто бомбическая. Бомба. Решили разбавить наши привычные новости свежей рубрикой. Мы будем делиться с вами историями из разработки. И начнем совсем недавней. Короче, кусты. Вы помните, да, мы работаем над объемными кустами. Ну и, разумеется, мы делаем все кусты. И большие, и маленькие, и там непонятные. И елочки для зимы, разумеется. И вот получили мы, короче, вторую партию, это которые большие кусты. Ну, знаете, там, куст, который похож на дерево, но еще не... И вот так вот из-за дня в день, да, ну, вы понимаете, да, типа, ну, работа там сложная, да, там, кусты получили. Да-да, я понял. Дерево, это уже куст. И они оказались в два раза выше, чем должны были быть. То есть вот ты появляешься на карте, вот стоит твой танк, вот дерево, которое прямо до конца, до вершины твоей камеры, и все закрывает. И это была карта Форест. И, короче, весь Форест в кустах таких, и ничего не видно. На Форесте, даже со старыми кустами на шафте ничего не видно. Если тут будут такие кусты... Ой, шо, рофлить? Шо, робыть? Шо, робыть с такими кустами, вы долбанулись? Какие нафиг кусты? Боже, это больная тема для меня, просто. И да, мы эти кусты, конечно, уменьшим, сделаем нормальными, как обычно. Но вот получилось-то, как интересно, заходишь на карту, а там лес, и ничего не видно. Ни горизонта, ни других танков, ни кто куда стреляет. И вот мы такие подумали. Может, что еще увеличить? Помогу! Что он сказал? И вот мы такие подумали. Может, что еще увеличить? И что, увеличить он собрался? Может, кусты еще в 4 раза увеличить он собрался? Голубанулся. Ну куда? Ну зачем? Ну для чего? Я в шоке. Да. По-моему, получилось интересно. Ни о чем, просто ни о чем. А теперь про свеженькое. Миссии. Это будет новая активность в игре. Она дополнит, но не заменит ежедневные задания, которые теперь будут называться особые миссии. И здесь есть несколько... Кто вчера был, друзья, на стриме, тот помнит, о чем я говорил, да? Насчет бонуса за премиум. Он, видите, остался. Но теперь вам каждый раз надо забирать, заходить в игру бонус. Помните, что было раньше, до этого? Когда вы, ну, алды знают, заходили в танки, получали ежедневный приз. Вне зависимости от того, вы просто зашли, и вам не надо было ничего делать. А сейчас все это превратилось во что? О, правильно, в задание. А что будет дальше? А дальше, я думаю, что бонус с премикой привяжут к какому-нибудь заданию. Вот это будет прикол, не? Но по этому поводу, я думаю, что мы еще с вами поговорим. ...важных моментов. Во-первых, миссии будут идти параллельно с особыми миссиями, а не заменят их. Во-вторых, доступны они будут только в HTML5 и Android-версии игры. Еще только... То есть, вы понимаете, да, что мне теперь надо заходить на HTML5, чтобы забрать мой целиком заслуженный и заработанный приз с премики. Каждый раз мне надо заходить туда. Я в шоке. Только здесь будут доступны награды за звание и ежедневный бонус за премиум аккаунт. Так что еще одним поводом для переезда на HTML стало больше. А самое приятное, что мы сможем делать разные задания. И пока работа над ними еще в самом разгаре, пишите в комментариях, какие бы вы сами хотели видеть. А мы учтем ваши пожелания и, возможно, самые интересные попадут таки в игру. Ну, что касаемо заданий, если смогут вернуть что-то похожее, что было раньше, да, вы помните, там, большие задания на опыт, на креста, на то, что давали, там, большое количество крисов, там, на киллы, да. Такие задания, если бы вернулись, это было бы достойно, по мне. Но делать, там, типа, привяжи email, там, еще что-то, получи звание, ну, это же ерунда какая-то. Надо какие-то масштабные, интересные задания и с хорошими призами, возможно, даже с какими-нибудь контейнерами дополнительными. Дополнительными, там, например, выполнил миссию, получил, там, 50 контейнеров, да, вот это было бы достойно, как по мне. Но это было бы нормально, это было бы интересно, да, то есть, у меня был бы стимул, например, выполнить, чтобы получить, там, какую-то плюшку хорошую и потом с этой плюшки еще дополнительно что-то развиться. Это было бы нормально. Но, блин, я думаю, что до такого никто не додумается, и это, конечно, печально. Еще одно запланированное нововведение коснется дронов. Речь идет не о переделке, а о порядке их выдачи. Если сейчас вам открываются по три дрона, а потом несколько званий ни одного, то в будущем вы будете получать доступ к новым дронам почти на каждом звании. Это значит, что вам не нужно будет ждать несколько званий, а потом выбирать сразу между несколькими дронами. Так вам будет проще попробовать больше дронов в деле, и не придется подолгу ждать новых. Напоминаем, что завтра последний день противостояния... Ну, про дроны тут нечего говорить, как бы, да, то есть, что я могу здесь сказать? Окей, поменяли. Ну, чё. Я ничего не могу сказать. Типа, если вы ждете от меня мнения какого-то, тут без комментариев. Просто без комментариев. После этого мы подведем итоги и начислим ваши призы в понедельник. Члены победившей фракции, набравшие не менее... А насчет этой войны это просто что-то с чем-то. Вот если вы хотите узнать мою точку зрения по поводу этой войны, в этой войне, я почти на 100% уверен, была подкрутка. И кто бы мне что ни сказал, такого не бывает, что одна, например, там фракция жестко сначала лидирует, потом ее обгоняют, и потом под конец она опять подходит ко второй фракции. То есть, ну, блин, ну это бред. Ну, у тебя уже изначально не может быть так выработано. При том, что там отрывы очень резко падали, прыгали туда-сюда. Я не верю в честность. Вот именно этой войны честность я не верю. Ну, то есть, это не война даже как-то, ну, я не знаю, как ее называть. Тут ивент какой-то, короче. Поэтому, ну, думайте сами, друзья. Но я когда брал только эту краску, когда у нас была краска Заян, блин, жестко нагибали. Потом хоп, вот так вот, в один определенный день зашел, и все, и ты качаешь, ты сливаешь, вдруг резко ты сливаешь. Просто великолепно. А сейчас в итоге ты уже опять почти в упоре, и может быть даже еще и выиграешь там. Я не знаю, как это работает. Ну, очень странно, очень странно. 400 звезд получат уникальную краску, недельные и обычные контейнеры. Количество контейнеров будет зависеть от набранных звезд. Для тех из вас, кто предпочитает зрелищные трюки, остается еще три дня для подачи квалификационных работ на конкурс «Мастера паркура». Ссылка на форму подачи заявок будет в описании. Финалисты определятся 5 марта, а финал пройдет на следующий день. Не пропустите! Зрелище ждет, что надо! Ну, это я видел просто, что здесь один нагибатор там был, да, вот вы видите, да, какой-то, я не знаю, был, да, тут. Это я просто видел, поэтому перематываем. Мастерс оф де сорт в категории соло закончился. 16 лучших игроков прошли во второй этап. Напомним, что участники соло категории все битвы играют... Я тоже почти прошел. Знаете, где слился? Во второй стадии. Жестко! Только в любимом многими формате HRVR, поэтому приглашаем всех на трансляции турнира. Канал StreamTO покажет не только самые интересные матчи, но еще и на каждой трансляции будет разыгрывать призы среди зрителей. А вот в Мастерс оф де сорт в категории кланы вы увидите не только рельсы, но и смоки. Формат, в котором проходят бои среди команд, называют... Да ты шо, даже смоки? А я не знаю. Это лай. А это значит, что на карте с каждой стороны участвуют по 5 игроков на рельсах и одному на смоке. И задача смоковода здесь в первую очередь сбивать прицел вражеским рельсам, а уж потом набивать фраги. Кстати, на киберспортивной страничке ВКонтакте... Жестко. ...вы можете назвать, кто, по вашему мнению, в этом деле самый лучший. Вы еще спрашиваете, кто самый лучший? Ответ в комментариях, друзья. Кто самый лучший? Кто лучший рельсовод? Кто? В комментариях. Кто угадывает, получает приз. А пока кланы 1 и 2 лиг сражаются в МОТСе, для остальных команд наступают блицы. Ближайшие два турнира пройдут в формате медиум. Так же и сегодня последний день регистр... Опять кого-то... Опять отстраненных? Вот как можно показать трех из четырех отстраненных игроков в видеоблоге? Ну как? Ну как? Ну вот как такое можно показать? ...на турнир ТОВ Тандем. Все подробности о нем мы рассказали в нашем прошлом выпуске. А прямо сейчас переходи в описании и подавай заявку на участие. Будет круто. Все ссылки, как всегда, в описании. Ну блин, ну даже не показали мергелянчика, лучшего кабанчика нагибатора, ну я в шоке. Ну и все на это у нас все... Ну что я могу сказать? Ну все как всегда, ну как всегда ни о чем, да, как бы, что я могу тут сказать? Я хотел узнать что-то интересное по миссиям, я ничего не узнал. Свою точку зрения я выскажу в ближайшем видеоролике, посвящу ему, расскажу свою точку зрения чуть побольше, чуть помасштабней, наверное, даже поинтереснее, наверное, чем в видеоблоге. Поэтому следите, я думаю, что совсем скоро данный видос выйдет. Ну а дальше, что касаемо кустов, это, ну это просто, ну это, ну это что вообще такое, но вы рофлите. Ну там, какого-то нагибатора дальше показали, ну и рассказали немножко про турнирчики. Про турнирчики это молодцы, да, то что продвигают турниры, это хорошо. Ну а так, в общем и целом, все как всегда. Я ожидал, наверное, немножко большего. Хотя, кому я бы, все равно ничего не ожидал, что это можно было бы увидеть. Шляпа. Поэтому как-то так, спасибо всем за просмотр, кто досмотрел до конца. Если на данном видосе набирается больше 100 лайков, то уже через неделю мы записываем новый обзорчик. Мою реакцию там. Смотрим данный интересный нагибаторский видеообложек. Ну и делимся своими впечатлениями в комментариях. Оставляйте их. Мне будет очень приятно их почитать. У меня на этом все. Спасибо всем. Давайте, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok